мы продолжаем деревню да и у нас осень опять беда да вот такая же фигня вот данил такая же фигня очень жарко так вот мы продолжаем нашу деревню и мы будем сейчас пробовать строить здание третьего уровня когда у нас собственно прокачают ратушу и я замечаю что она не лагает вы заметили да смотрите я перемещаюсь она не лагает о утечка памяти граждане разработчики да на корм для котика спасибо даниэль спасибо вот смотрите да не лагает ведь так а давай на максим да слушайте она либо они выпустили патч который вышел когда меня не было либо это просто начало игры такое кстати вот это вот вот эту сосну надо снести нахер только это ель но все равно она загораживает мне обзор так что у нас по жратве по жратве все нормально все еще портится но теперь теперь когда у нас есть здание третьего уровня мы можем мы не можем когда очень оно еще не есть вот надо доски только что принесли короче мы теперь сможем урабатывать железо а значит можно будет построить бандарню а значит у нас перестанет портится еда я думаю что это наша первоначальная цель поэтому первое что мы хотим значит построить это будет литейная ни хера это будет не литей на запчасти то нету надо купить к торговануса нету нету блин ну а кто-то родился в деревне 150 человек кстати посмотрите обалдеть вот эта деревня есть тут по моему кузня апреки даст и серьезно позади кузя тоже требует вот эту вот запчасть пилу там христилиночку получается разработчики прямым текстом говорят ты не сможешь стартануть производство железа если не купишь эту херню у торгаша а то ночью михалыч теперь понятно давайте добавим говна а вот сюда здесь это плодородность подупала как-то печально как-то медленно говно-то набирается ребята среди больше я не знаю вы чё вы нормально вы же деревня вы должны много какать как эти все как эти все все как эти да надо короче обязательно да выходим в бандарню это первое что нам надо в общем достраивайте пожалуйста мне вот эту историю все там 200 человека я не знаю стуков видимо нужно это на самом деле я даже рад что разработчики таким образом просто тебя обязали торговать потому что вы без торговли ни одна деревня же не выживет правда не может быть такого чтобы в деревне было все свое поэтому какие-то вещи тебе придется покупать у нас как минимум скоро закончится ресурсы вот тут есть конечно железная руда но это все такое временное время как песок тогда у нас закончился вот так вот что прости а мы все всю руду выкопали что ли серьезно вот это прикольно чё сносим тогда до свидания нам она не нужно здесь больше это зато у нас куча еще наверное осталось месторождение глины которая потом надо будет сюда как-то переносить и пока даже не представляю как туда глистов подхватил который позор поздравляю вода это потрясающе ну чё построили нет 18 осталось вот уже почти ребята почти феликсу на феликс спасибо дадим спасибо он пока жрет для котов для маленьких еду но потом да можно будет ему феликса дать попробовать так и что-то все залагало видимо что-то произошло но у нас открылась третий уровень видимо поэтому и залагало окей смотрите что нам надо первое что нужно это сто процентов литейка а до нее пока у нас нет инструментов мы сейчас построим чувака который будет делать где он тут у меня был короче он уголь будет делать из дерева я вот просто не помню где он был а здесь он еще был нет может он тут не очень нахрен не тут был сапожник без сапог нет это не то а где его видел вообще подождите вот это что она кирпичный дворик нам делает кирпич и кирпич это тоже прекрасно но я не пойму кто у нас тут блин подождите тогда театр 1000 1150 до театр мы можем стоимость в месяц под а смотрите они добавили они наконец-то добавили эту херню вы видите да появилась стоимость в месяц вот все таки значит был апдейт поэтому не лагает ура спасибо разработчики вы красавчики я до сих пор не могу пойти это было где-то здание видел нет 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 вот топка вот это здание производит из дров на угли но угли насколько я помню у меня на карте есть вот тут например смотрите есть угли и мы сразу же тогда строим здесь добывание и прокладываем сюда дорожку блин не сюда да это проблема ну короче короче куда-то вот ну по всей масти сюда а там уж как-нибудь доберутся я надеюсь все угли у нас будут те кто бывал в поселении считают скучноватым местом театр помог бы его оживить нормально они мне прямым текстом этот построить театр тварь а вот то что он жрет извините 30 в месяц это никого не волнует да при том что у меня 7 в плюсе всего какое интересное у них предложение для меня привет гремлин короче странные они странные товарищи давайте что-нибудь пилить вот этот лес например нахрен его и здесь я не хочу пока пилить тут я что-то собирал вот это точно можно выпилить так что все будет нормально дерево кончилось внезапно и все побежали срочно все пилить вся деревня взяла топоры и побежала нужен торгован так запасе опять запас говно и опять бак с замерзшими посевами ну ладно начинается пятнадцатый год скотт отдал потомство скота молодец какой у нас теперь же 7 голов вот так вот с двух коров не быков а коров мы сделали 7 коров вот это я понимаю но они уже почти построили молодцы какие надо дрова дрова ребята дрова рубите дрова надо очень сильно мне дров очень хочется короче кладбище как я понимаю один раз построил и забыл я думал что она будет быстро забиваться вот а нет а я не знаю че есть насчет грозы посмотрим когда будет гроза будет бахать так громко или нет как раньше потому что да это была серьезная проблема я я прям не могу это терпеть они должны были это пофиксить а вот только что шибанула нормально вроде было да по звуку не громко ладно я рад я максимально рад поселенец выздоровел и я за него тоже рад что такое нехватка пищи хорошо что не забаговалась у нас на три месяца запасов пищи поэтому я сильно переживаю мне нужны эти грёбаные бочки о торгаши приехали ой смотрите они и вот эта штука не лагает клёво значит смотрим чего нам предлагает он нам предлагает сыр коровы шубы и всякую херню обе вот то что мне надо он мне не предлагает зато мы можем продать гончарные херни всякой давай сотку продадим соточку пожалуйста сюда мне привезите вот и ну и что еще там он покупает интересно ничего больше интереса не покупает одежды у меня нет у меня все голые ходят видимо да грустно ну ладно фигня все так вы там несете мне посудку то нет а вот знаете чё еще хочется а вот видите все есть счетчик дней до отправления 42 ну ждем короче а пока мы ждем посмотрю что второй трейдер предлагает арбалеты примитивное оружие но это кстати клёво я думаю что скоро на меня будет налом и может быть есть смысл попробовать купить это дело у нас же нет этого чувака который будет делать наши прекрасные вещи как же мне купить инструменты то он беда да ладно ждем не буду пока покупать может быть справимся таким а спасибо кореш тебе дождемся мы сегодня ста этих посудочек туда чтобы продать ты ему же наконец ну чё там посудка где вот везет посудку вижу я вот он вьет он едет есть 100 продаем вот тебе пожалуйста 1200 будет у нас а а в смысле у тебя денег не хватает что ли ну ты говнюка 1196 у него вот так можно короче продать и одна посудка видимо уезжает обратно или не уже допускай тут остается чё и там она жрать не просит так что все нормально ты кстати просил напомнить по поводу дюны напоминаю понял тебя вандал будет возможность сразу тебе черкану по поводу и сегодня мы конечно не закончим городушечку вот эту деревушечку но я не думаю что может даже может быть даже у нас сейчас будет это все последнее потому что из интересного третьего уровня я вижу например для себя ну явно не театр потому что ну театр такой себе говно он просто бустит привлекательность в районах но при этом жирает тридцатку в месяц вообще такое себе вот у нас появились прикольные статуи я бы наверно построил какую-нибудь о нифига 1200 золото ого красиво кстати прям нормально а эта штука это пушкин прям это екатерина 2 какая-нибудь или десятая в общем прикольная фигня не понятно только к чему эти статуи но как бы располагают это у нас же я только один правитель я было бы клёво если можно было статуи как-то называть всю эту честь вот это же наверно просто сделать они вот как-то об этом не подумали разработчики-то наш что печально на хера вы там рубитесь ребята прям молодцы молодцы ну чё где там она строим получается либо мы строим топку мы не строим топку меня уже копают уголь надо короче что-то делать вот кстати мебель мебель это прекрасно но опять же нужна эта пила сраная зато можно вообще прямо сейчас сделать пивоварню потому что мед у нас есть пшеница у нас есть дрова есть вода есть будет пиво правда таверны нет а таверна по любому в услугах да где-то я тут виду вот таверна но она хотя бы в месяц ничего не жрет и она бустит привлекательность да ну конечно же куда ж ты денешься сюда влезешь о отличное место так таверну закладываем в таком случае и давайте сразу положим пивоварню потому что она не требует каких-то там экстра ресурсов которые мы не умеем делать так что пивоварня отлично вот здесь отстанет рядом с нашим главным зданием что прям воняло там пшеницы конкретно видел через посмотрим попозже на спасибо тебе за пиццу девский мы ману наверно не собираем потому что уже суббота и мы ее не собираем ближе к понедельнику так что есть там немного осталось до ракеты окей если много то лучше не надо сливать и лучше оставить на следующую неделю так все кончились у меня запасы глины и у нас в инвентаре всего 65 и это кстати проблема потому что нужно больше нужно больше глины что я могу сделать я могу попробовать изменить размеры поля до я могу его только добавлять получается серьезно черт а убавлять его не могу так тут попахивает сносом поля что у меня дико бесит и печалит в таком случае либо найти новую глину где-то где-то найти новую глину тут вот железная руда либо сносить поле потому что небольшой глину брать а вот привет все нормально вопрос снят глина живи смысле поле живи теперь у нас есть вот это прекрасная вещь и дорожка к нему пролегает через эти леса все глины глиняный карьер имеется блин да что же у вас едой такой как вы можете столько жрать я не понимаю это все из-за того что она портится короче они вот ее нормально приносят но она портится и в общем да не успеваю даже сожрать ждем короче торгаша получается сейчас мы пиво начнем продавать когда построить эти два прекрасных здания а потом суп с говном нет потом мы просто построим бандарню когда вот херня это будет доступно вот эта пила и шестереночка коровки он жрут ведь еще кстати сыровара можно девять человек доедите сюда чем не нормально все мы можем еще предоставить из еды давайте построим пару рыболовов здесь например у нас тут куча места можно поставить сюда пару-тройку рыболовов тоже три например вот так вот дорожку какую-то провести ну где она дорожка иди сюда вот так вот так вот вот так вот вот ждем рыболовов это чуть-чуть увеличит нашу еду и можно еще охотника запердолить потому что охотников всего два но может какая дичь будет они как минимум на этих могут как они делаются то капканы которые кого-нибудь там капканят это постройка не предоставляет развлечений произведенные за прошлый год предметы то есть они будут покупать пиво и осваивала насчет зарабатывать таверна будет зарабатывать деньги это прекрасно ребята приоритет пожалуйста вот это здание надо построить как можно скорее пожар учета пожар у нас где-то а ну понятно коптилищик все-таки сгорел на работе ну потому что у него слишком много работы все нормально ну давай я уверен ты справишься ребята но новые угораете что ли вот что-то начали носить наконец кстати смотрите прикол да когда ты вот это место распиливаешь зелень остается также ивовые кусты с а то есть раньше это было просто его а теперь это ивовые кусты слушайте они реально что-то обновили и это хорошо и это хорошо да вот тоже его веку стране что просто было его хранилище переполнены этой постройки у тебя тут вода соты воск вернее стрелы и дохерища шубы даже откуда шуба я не пойму шубы я не делал шубы по моему нет я же делал одежду короче короче странно все таверна есть в сути пивоварня давайте смотреть насколько она быстро будет варить нам пиво так дрова уже и принесли и и еще нужны зерно вода вот вода уже подъехала тащите зерно с медом ребята давайте тащите можно в принципе четверых сделать быстрее просто ресурсы приносили она же деньги то не жрет поэтому нормально все ой да знаю я что нехватка пи все пшено пошло и видимо пошло пиво и я так понимаю что в значочек сейчас вот это сразу свалит отсюда нахрен что у тебя поселенец несчастье но он в шубе нахера ты в шубе летом поэтому ты несчастье ты идиот вот дебил кусок лимит вижу что лимит людей но я не хочу больше людей мы эти ты не можем прокормить поэтому мне больше то не надо сейчас посмотрим у нас получается 53 рабочих и там давай сделаем ну скажем не знаю 6 строителей потому что ну надо чем-то заниматься что-нибудь строить же будут а есть именно лечебный грамм я смотрел ресурсы лекаря там только обычные травы вроде были лечебные не то что травы а корни и у нас по моему на карте их либо нет либо я так и не нашел они выглядят как какие-то веточки такие желтенькие вот если увижу я покажу но вообще-то были ли я прям видел лечебные травы были вот есть дикие травы может они чем-нибудь заменили на что-нибудь у значка такого я не вижу кстати ради прикола здесь же есть типа википедии нет нету настройки правление интерфейс общие настройки на это в главном меню ладно фиксим короче посмотреть бы сколько всего вот этих зеленых вещей то но они росли вдоль воды это точно прям 100 процентов инфа да не буду строить больше домов отстаньте от меня у меня так людей хреново гора не могу их прокормить вот пристали то отстань от меня спасибо сейчас кто-нибудь за это но как бы но вы поняли он замерзнет и вместо освободятся строители как-то меня разочаровывает в последнее время давай сделаем 10 строителей потому что с рабочими точно проблем нет пожалуйста постройте ребята вы вы нормальные вообще нет так вот тут сразу же лови рыбку здесь указываем ей я знаю что лимит без паники я не собираюсь их увеличивать еще больше я хочу наладить работу в этом поселении не надо не надо упарываться в количество людей лучше упарываться в качество этих людей прям говорю как какой-то губернатор видите нехватка пища у нас уже 160 если я сейчас сделаю больше домов будет 70 170 и они точно сдохнут никто не хочет строить и грёбаные вот эти домики для рыбки что печально так пиво у нас что там по пиву все ребята она начала продавать смотрите заработала 12 золотых классно то есть бухло продают может быть они тебе будут по счастью левее немножко а у них все-таки если алкоголь и у них есть кладбище но кладбище кстати не пофиксили видите как бабахает ужас вообще но вроде молния не так прям сильно по ушам долбала так этот почти достроили второй достроили молодцы ставим его куда-нибудь сюда ловить рыбку и ждем когда достроит третий ребята вы дорогу типа не достроили или что с ней не так она забаговала один квадратик остался я понял эту постройку можно улучшить правда и что она даст бонусы за улучшение увеличенное поголовье скота будет уменьшенное потребление ресурсов при производстве и ускорение производства предметов ну давай улучшим давай почему нет улучшайте граждане мои хорошо что есть такой прекрасный значок который подсказывает мне блин надо сюда добавлять говно плодородность полей падает хотя я их и так культивирую непонятно почему торговантус не приехал до сих пор где же мне взять эти сраные инструменты кошмар надо было сразу покупать если б я знал если б я знал я бы сразу купил штуки 3 и проблема бы ушла нафиг там у меня золото получается 2400 нам точно хватит на 2 вот этих вот даже 3 наверное где они как они вообще называются его тяжелые инструменты нормально говно мерзлая зима а это пофиг они его раскидывают по моему подобно под осень или под весну ну ведь у нас с едой жопа какая-то полная жопа с едой нужно нужно вот эта херня бандарня скотт дал потомство и 16 год пошел птичье гнездо вот это очень странно я думаю что разработчики доделают но яйца ты можешь собирать с птичьих гнезд но ты не можешь выращивать кур например для из вот это странно учитывая деревня обычно в деревнях находятся но эти но тому у каждого человека кур куры сраная куры у всех антилопа пасиба тебе за просто гору эликсира я спасибо не додел дорогу к новым рыбакам смысле подожди она же я только хотел так сделать да я вроде нажимал спасибо она не заметил так и третий рыбак у нас будет работать вот здесь все развлекайтесь теперь надо дождаться продавануса вот который сейчас подъезжает очень сильно понадеется что он наконец-то привезет эти тяжелые инструменты и купить их уже наконец твою мать кореш спасибо огромное тебе за поддержку я хочу чтобы ты продал мне вонючие инструменты тварь ты кирпичная у меня кирпичи продают и муку ну что за фигня что тебе продать чувак ну больше ничего я не продам тебя так ясно первый трейдера оказался не очень эффективным будем будем верить и надеяться что приедет второй торгован у которой будут тяжелые инструменты потому что этому даже продать ничего видали как тихо было все таки они пофиксили эту молнию им осталось пофиксить звуки изданий потому что вот это вот громко на кладбище тыкаешь прям громко-громко так у нас 19 плюс это из того что таверна пошла работать ахту что вашу пищу ты вот же туда-сюда и и чем бы им увеличить запасы жратвы а вот это конечно вопрос ну-ка расскажите мне белка они жирают практически полностью из и портится у нас просто приличное очень даже приличное количество особенно вот фрукты в жопе все нам нужны консервы да только так можно нормально выживать они просто все портят суки не жрут даже а жалуются что им есть нечего я вам покажу повозка чё у тебя внутри у тебя шубы внутри и дерево с водой можно сделать так что коровы которые кстати до сих пор не могут прокачать давайте уже ну можно ограничить например на 10 бошек скота они начнут давать ну того мясо начнут давать теперь можно 13 вот это мы качнулись конечно обосраться а 16 ясно подождя почему здесь из 13 а здесь 16 их 16 как это работает я не понимаю можно разрешить до и доение коров но нужен чувак который называется сыровар который будет это молоко переваривать в сыр и это будет еще одна классная еда и вот в общем надо в это все целится то есть сейчас в речь идет уже не развитие деревни об ее оптимизации второй трагован приехал ли не зато то это все еще трейдер один до деньги лежат на базаре потому что он у меня защищена видите какой какая крепость хотя у меня есть сокровищница теперь и можно их хранить там тоже так что выбор всегда есть осталось только в гиды где-то найти потому что все портится нафиг о слушайте они молоко жрут кстати а давайте молоко разрешим тогда 500 мяса с одной коровки о-оу ооу доить их 500 мяса для коровы нормально нормально вообще но мы не будем корова пока убивать мы убьем ее попозже смы guys Да. Тарговантус, ну ты где, падла? Ты вонючка. Ой, беда. Так, а я могу выбирать здесь, кто у меня будет работать? 50 стоимость найма и 0... А, 10 в месяц, да? Это понятно. Все понятно. Понятно, что это очень дорого и нам пока не по карману. Я вообще не знаю, какой нужен баланс и какой нужен доход, чтобы все это дело... О, ну как обычно. Посевы засохли. Ничего нового, короче. Вот прям ничего нового. Все как всегда. Когда нет еды, все посевы засохли. Антилопа, вот это ты разошлась. Спасибо тебе еще раз за эликсир. Если держать два хлеба, коровы будут плодиться в дораза быстрее. Да, будет по две коровы, наверное, плодиться. По идее. Хотя не факт, что, слушай, может быть, это локальный такой бустик. Главное, что они тут жрут свою эту траву, и у них все хорошо. Вот у них два уже теленка, смотрите. Раньше только по одному вылезал, теперь уже два. В общем-то, они уже, получается, плодятся в два раза быстрее. Да, грустно. Грустненько. А где торгаши-то все? Это вот повозки, которые ресурсы возят. Возят они, кстати, независимо от дороги внезапно. Это ты как так прошла? Подожди, тут же нет. Ай, похер вообще, нормально она проходит. Все проходимая повозка. Да. Олег, привет. Надо посмотреть, что тут еще есть. Лавка травника. Необходим центр города и лечебница. Угу. Лечебница, да? Лечебница у нас есть. Лавка консервирования. О! Он будет запихивать фрукты и овощи в консервы, что позволит нам их дольше хранить. Они будут еще варенье производить. Нужно 50 кирпидонов. Ну, кстати, можно, наверное, упороться. Потому что уголь-то у нас есть. Но я полагаю, что вот этот завод, который кирпичный... Нет, я могу. Давайте кирпидоны делать, слушайте. Сто пудово. Ага, я понял. Выравниваем место. Сейчас будем кирпидоны делать. И насчет консервы варить. Это прекрасно. Ребята, пожалуйста, надо вот... Ну, блин, все время надо ставить приоритеты. Я не знаю, где они там прохлаждаются, эти людишки. Но они очень иногда тупят. Когда у них большое поселение. Надеюсь, она с первого раза будет уже нормально. А это что такое? Стеклодув. Производит стекло. Нужен песок, который я уже потратил и продал. И еще там что-то. Ну, что там, ребят, давайте уже. Я в вас верю, у вас получится. Получится же у них. Или не получится? Ни хера у них не получилось. Ну, я так и знал. Бездельники. 12-11. Один раз копнул и ушел. А куда все пошли-то, я не понял. Какое-то сохранение внезапно. Раньше оно передружье вот так не маячило. Видимо, опять же, разработчики что-то поделали. Они пошли все в Таверду, видимо, набухаться. Все понятно. Спасибо, ребята. Вот вам. Вы просто молодцы. Кто-нибудь придет? Сделает здесь уже ровную поверхность? Я хочу здесь поставить завод кирпичный. Это очень странно. Ну да ладно. О, идет. Молодец какой. Вот все, герой. Герой нашей деревни. Вот говно. Герой нашей деревни, возвращайся. Ты нужен нам еще. Хоть другое место ставь. Ну, что за фигня? Так, вот оно должно быть вот здесь. Что ему не нравится-то? Вроде ровно. Ладно, пускай чистят. В принципе, я могу, наверное, поставить его куда-нибудь сюда. Ну-ка, дай сюда посмотреть. Да, наверное, тут и поставлю, чтобы не париться. Все, отмена, ребята. Отбой. Вы слишком медленно работаете. Так быстрее будет. Так, с камнями у нас уже напряженочка. Но эту напряженочку можно, в принципе, наверное, решить. Потому что тут камней-то должно быть дофига. Вот камушки. Вот камушки. Нихера там камней. Нормально тут камней. С камнями проблем не будет. Ну, вот это баг. Посевы засохли, замерзли. Какие посевы нахер в коровнике, непонятно. Это, короче, бесит меня. Эта иконка. Хочу, чтобы она сдохла. Дров не хватка. Подожди, перед зимой. Серьезно, вы обалдели там, что ли? Вас же двое. Даже, ну вот, трое было. Сейчас четверо. Давайте, ребята. Вы что? Вы меня так не пугаете. Еще зимой не хватало, чтобы народ замерз. Это будет совсем не круто. Что они тут делают? А, они камни добывают. Я понял. Ну, это молодцы. Молодцы. Думаешь, лепешки коровьи засохли. Но это не посевы же. Они же их не сеют. Они их просто срут. Вот, кстати, еще одна железная руда. А железные руды у меня... А вот как посмотреть? А вот тут вот нету ее. Блин, я бы хотел вот... Ну, короче, ладно. Наверное, потом допилят вот эти все интерфейсы. И можно будет посмотреть на любой вид ресурса в любом месте. Кстати, хорошая идея. Временные домики. На удаленных вот этих вот вещах. Они очень сильно помогут не возвращаться этим дебилам в цель. Центр города, чтобы пожрать. Вот. То есть мы вот этим поставим, тем поставим, получается. Вот эти рыболовы могут и до дома дойти. А вот эти ребята, которые в шахте пашут, им не очень будет сподручно. Ну, можно еще один сюда поставить тоже. Должно быть нормально. Вот. Ну и допустим... Допустим, вот здесь будет один. Не знаю, кто будет им пользоваться, но кто-нибудь точно будет. Как минимум, вот этот дурак. Коптильщик, который постоянно горит. А правда, горит не он, но этот тоже, наверное, скоро сгорит. Ну, это не та статистика, которую я хотел бы увидеть. Это вот здесь вот есть статистика. Это вот... И то это по жратве. А по всем ресурсам это тебе надо тыкать на склады, короче. Вот ты находишь склад, вот, например, такой. И смотришь, что у тебя есть в этом складе. А складов таких у тебя может быть просто дохрена. И тебе каждый надо прокликивать. Я имею в виду какую-то общую статистику. Здесь самые важные ресурсы есть. Типа дров, там, досок и вот этого всего. А, например, вот сейчас мне интересно, как у меня железнодоруды. Я не могу узнать. Только вот здесь, 500. Вот. Хорошо, что она там в складе. А то было бы очень смешно, если бы ее тут не было. Сейчас кто-то мерзнуть начнет. И мы все сдохнем. Классно будет. Там прямо все иконки и количество. Слушай, ну тогда скажи мне, куда ткнуть. Я только с радостью. Здесь вот очевидно было бы, если бы я ткнул на это меню. Но оно не показывает мне ни хрена. О, ресурсы в хранилище. Подожди-ка. Во. Наверное, ты про эти. Предметы в поселении. Да, это вся статистика. Порча пищи. Есть даже, смотрите, как класс. По всем складам статистика. Вот, класс. Класс, спасибо. Она была вот здесь внизу, а я не смотрел на нее. Ха! Что это? Подождите. А, это приехать на ратушу? Классно. Надеюсь, на меня не наломятся. А то будет сейчас вообще не вовремя. Сожрут меня, убьют, и все будет печально. Все упирается, короче, сейчас в торгаша, который должен мне привезти тяжелые инструменты. Подождь, в смысле, говно не вывозят? Вы что, там охренели, что ли? Эй, говно вывезите из домика, пожалуйста. А где говновоз-то, интересно? Годовой налог собран. Спасибо. Может, еще одну говнояму построить? Но они просто еще эту-то не забили, нифига. Собирает отходы. Вот где он это делает? Вообще, да, ему одному тут, конечно, носиться такое себе. Давайте я ему сделаю еще одну говнояму. А, на 4 в месяц живет. Нет, я не хочу, короче, в эту вазе. Все в эту вазе. Вот у тебя два дома с говном. Три... Нет, это два дома с говном. Вот и вазе это все. Итак, у нас есть кирпичный дворик. О, господи. Да, его тоже надо фиксить. Звук, конечно, адовый. У него уже есть... Коровки, пошли гулять. У него уже есть уголь. Ему сейчас дадут вот эту какафонию глину. И мы начнем делать кирпичи. Кирпичи же дадут нам возможность построить... Где эта херовинка была? Не помню я, где эта херовинка была. Что-то я хотел за кирпичи построить. Я забыл уже опять чего. Ну, литейку, видите, вот все вот эти здания мы не можем строить из-за того, что нет тяжелых инструментов. В любом случае, я их пока заложу. Вот, я думаю, что надо так сделать. Значит, литейк у нас будет находиться тут. Дальше. Что нам еще надо? Нам нужна кузница, само собой. Где-то здесь. Вот тут, например. Нам нужен сюда склад. Прямо 100%. Здесь прям отдельный склад должен быть. По-моему, на меня напали. По-моему, они напали на меня. Суки, кого-то убили. Всем в дом. А сколько их? Так, гнойная рана поражает. Налетчики атаковали двух поселенцев. Где налетчики? Здесь мы... А, вот он. Вот первый козел. И вот, видимо, тут второй козел. А, вот они бегут, бегут, бегут. Я не пойму, сколько их просто. Вот, я пропустил этот момент. В любом случае, этим дебилам ничего не светит. Ибо все золото у нас вот здесь и вот здесь. Я хочу их привлекать сюда. О, вот торговец приехал. Подождите, налетчики. Мне пока не до вас. Пожалуйста. Да, смотрите. Тяжелые компоненты, инструменты. Берем сразу, ну, скажем, четыре. И прям вот, чтобы... Да. Так. Пошла жара. Ты что на тетку напал, козел? Все, вынесли козла. Вот этот сейчас тоже сдохнет. Хорош. Они ратушу бьют. Ты посмотри на них. Они в курсе вообще, что их из ратуши херачат? Угу. Теперь молния нереалистична стала. Ратуша, будь добра. А я не могу, да, показывать, кого бить. Смотрите, эти когда урон получают серьезный, они сваливают. Сыкуны вот эти. Ребят, догоните, нет? Здесь есть кто-нибудь? Нет, тут никого нет. Да фиг вы догоните. Я так просто проверил. Давайте вот этого козла. Пока там ратуша развлекается. Обходите его, обходите. О, так. Теперь вот этого давай. Ладно, вот этого. Вон он с чем-то идет. Ну уже. Молодцы. Теперь вот этого. Все, кто с сумками, короче, надо мочить. Эти без сумок идут. Вот этого можно с дубиной захерачить. Не захерачили. Так, уходим, уходим. К ратуши идем, к ратуши идем. Где ратуша моя? Смотри, они решили повырезать моих людей. Уроды вот эти вот. Но с сумками никого не вижу. Но по-любому что-то сопрут. Ну вот стопудово. Я прям в этом уверен. Вот еще козлы пытаются. Видите, они пытаются. О, стойте. Вот этот козел с сумкой и этот с сумкой. Серьезно, такой бессмертный, да? О. Вот и все. Сдох наш Бобик. Мне нужны еще люди. Ребята, вот этого с сумкой надо перехватить. Ишь ты. Давайте вот здесь на углу ему темный устроим. Что он там тащит? А ничего не тащит. Это просто внешний вид у него такой. Я понял. Откружай, тварь. А, что, не ждали, да? Давайте вот этого тоже запердолим. Смотрите, все деревни вас захерачили. Все, можно выходить. Так. Ну все. Отбились мы. Там, конечно, у нас нормальные такие потери. Я не спорю. Это было сложно. Но мы справились. Потеря 4 человека потеряли. И главное, что все золото сохранено. И главное, что у меня есть вот эти штуки. Теперь это все можно переместить на склад. Насколько я понимаю, да? У. Подожди, общий хр... Оно, в общем, хранилище же, правильно? Нет, оно должно быть в общих запасах. Блин, я уже не помню. Я уже не помню, как это работает. На поселение был совершен налет. Давайте посмотрим статистику. Козлов было 16. 9 из них сдохли. Двоих наших почему-то они убили, но при этом у нас потеря в 4. Не уничтожили они ничего. Украдено предметов? Нет. По-моему, это был отличный рейд с моей стороны. Потому что они ничего не украли. Придурки. Дебилы. Ну, дебилы. Теперь у меня вопрос. Можем мы достроить литейку-то, нет? Мне интересно, принесут они теперь эту штуку-то или нет? Так, золото надо переместить вот отсюда. Хотя бы там какое-то количество, типа 400 в общее хранение. Потому что для этих зданий нужно золото. Походу, я таки не переместил, да? Вот они, ваш инвентарь. А, нет, подождите. Нет, они должны быть в общих запасах же. Общее хранилище. Вот, 4. Подтвердить. Все, теперь я сделал правильный выбор. И теперь у них есть тяжелые инструменты. И все это дело мы сейчас достроим. И у нас, получается, пойдет кузня. Литейчиком. И это склад. Приехаю к бандам. Теперь могу построить. Значит, хранилище. Где ты, тварь? Бондарь, привет. Ой, привет, как я тебя долго ждал. Ой, смотрите, он сюда влезает. Отлично. Будешь жить здесь, господин Бондарь или Бондарь. По-моему, все складывается как никогда хорошо. И консервы я хотел еще сделать. Он, по-моему, тоже здесь от козел. Сокровищница, амбар, мастерская, повозок. Подождите, в ресурсах, наверное. Так, это гончарка, ткацкая, свечнуха. Производство пищи. Пекарня. Подожди, а где этот козел? Вот этот козел. И оно как раз кирпичи требует. Требует, да. Мистер Консерватор, который... Ну, давайте вот сюда его поставим. Он дебаф не дает ничему. Хорошее такое красивое здание будет. Рано стопы поражает поселенца. Наверное, на гвоздь наступил. Но это все фигня. Мы построили кузнецу, которая будет ковать оружие, ковать инструменты и ковать тяжелые инструменты. Я думаю, что бустануть надо инструменты. Вот соотношение 3 к 1, мне кажется, нормально будет. Потому что все остальное я не буду юзать. Я буду это продавать. Солдаты в этой игре не юзабельны для меня сейчас абсолютно. Так, и стеклодув, получается, мне нужен. Потому что, по-моему, для консервов нужно стекло. Банки там, вот эта вся херня. Как раз у меня есть еще одна запчасть. И этого паренька я построю вот тут, например. Стеклодувечка. Вопрос только один, где взять песочек. Песочек-то кончился. А у меня его, наверное, и в поселении-то нет. Да, нет у меня в поселении. Пошли песочек искать, товарищи. Покупать песочек, это будет вообще идиотизм. Поэтому вперед, вперед. На исследование вижу глину, вижу глину. Песка пока. Вижу песок, отлично. Далеко, конечно, но работать будет. Все, отлично, песок есть. Ресурсы, песчаный карьер. Это золото, подожди. А вот мой песочек замечательный. И, значит, отсюда нам надо дотянуть дорогу. Серьезно, ты так далеко не хочешь? Ну, че ты начинаешь-то? Ага. Это будет самое длинное путешествие за ресурсами, которое было у меня в этой игре. Ну, и мы построим им, естественно, здесь домик временный, чтобы они тут могли хоть что-то пожрать и пожить. Проблема только в том, что у нас деревья не пилят. Ну-ка, срубить нахер это все. И вот это тоже срубить. Вот это тоже срубить. Давайте, ребята. Все в ваших руках. Вот. Поселенцу стало хуже. Ну, херово ему, че тут скажешь. Так, давайте смотреть, какие здания из третьего уровня я еще не построил. Стену я точно не хочу вот эту делать, потому что это куча камней, которых у меня нет. Жалко ее нельзя посмотреть. Ну, можно что-то посмотреть. Чисто поржать, знаете, сделать такую. Просто хотя бы глянуть, как это выглядит. Вот, допустим, у меня тут будет стена такая. Вот. И в этой стене будут ворота вот такие. Чисто просто глянуть, как это будет выглядеть. Я еще хотел чистоколом обнести, но я потом им что-то передумал. Вы, ребята, мальчики-зайчики, откуда побежали? А, там еще девочки есть. Ладно, построят, посмотрим, что это такое вообще. Вот, тетушка пошла, да. Поселенец выздоровел. Так, нам нужна куча группы из восьми человек, хочет присоединиться. Слушайте, у меня только три места, ребят. Ну, сорян, не могу. Только три места. Ничего не могу с этим поделать. Так, давайте, давайте проверим, что у нас на литейной. Литейная имеет в хранилище железо, руду и уголь, но она почему-то ничего не плавит. Нам нужно плавить гнахер железо. Пожалуйста, сделай это. Золото пока не надо плавить. Что это за звук? Это маловарня. Какой прекрасный звук. А башни вообще нету каменной. Вообще, в принципе, здесь в игре не введено пока... Вот, видите, уровень 3. Это типа каменные оборонительные вещи. При том, что у нас есть вкладка защита. Где оно было? Вот, защита. И там есть только одна вышка второго уровня. Это деревянная вышка. Автострелятельная. И казармы, которые я не могу понимать, как делать, потому что у меня тупо столько денег нет. Если я сейчас найму, допустим, четверых чуваков, вот только 4 человека сожрут весь мой бюджет. У меня уже пойдет все в минус. То есть надо либо добывать железо, как не в себя, в смысле золото. Чтобы у тебя денег было просто хоть этой самой жри. Жопой. Либо, короче, я не понимаю, как можно сделать стабильную экономику так, чтобы у тебя еще гарнизон был. Вот это вот пока для меня загадка. Видимо, нужно реально золото ковырять. Но пока что давайте сфокусируемся на проблеме с едой. Решать которую мы будем после перерыва. Да, пришло время. Это и покупаю покусечки.